Дайте слово! Дайте слово! Владимир Костин, зампредседатель областного ЗАГС Собрания, руководитель фракции ЛДПР ЗАГС Собрания. Добрый день! И Сергей Александрович Реткин, депутат ЗАГС Собрания, член фракции «Справедливая Россия». Добрый день, Сергей Александрович! У нас на подходе представитель от Коммунистической партии Российской Федерации, это Вотинцев Алексей, но, к сожалению, он опаздывает, заседает на комиссии Кировской городской думы, депутатом которой он является. Галина Игоревна, давайте начнем с вас, как представителя «Единой России», членом которой является Владимир Быков, который слагает в себя полномочия. Вот хотелось бы в двух словах услышать от вас, может быть, какую-то последнюю информацию, в связи с чем было принято такое решение. Сейчас все политические партии будут инициировать выдвижение своих кандидатов на этот пост. Не забываем, что мандаты вице-спикеров тоже могут быть, скажем так, изменены в этой политической конструкции. Вот хотелось бы услышать мнение партии «Единая Россия», какие инициативы, что предлагает партия после ухода Владимира Быкова с этого поста. Напомню, что все-таки пост является вторым по статусу в нашем регионе, это очень серьезный прецедент. Галина Григорьевна. Что на сегодняшний день озвучено пресс-службой Законодательного собрания. Владимир Васильевич покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы. Было ли это для вас неожиданным решением? Или все-таки хотя бы кулуарно какие-то такие конструкции обсуждались заранее? Такие конструкции заранее не обсуждались. Это было для нас неожиданным решением. Дело в том, что, конечно, тот съезд, который состоится в ноябре, съезд партии в Москве состоится в конце ноября, он предполагает ротацию. И разговоры о том, что ротация будет проходить в региональных отделениях, уже звучали и в июле. И о том, что ротация будет проходить немножечко больше, чем это обычно, у нас по уставу мы должны ежегодно 10% из руководящих органов проводить ротацию на других членов партии, которые могли бы тоже активно поработать. И в этой конфигурации получается, что если мы избираем полицовет на 5 лет, то у нас примерно 50% членов полицовета за эти 5 лет меняются, должны поменяться и предоставить возможность поработать всем, проявить себя активно. И мы готовились, как обычно, к 8 ноября. Было уже принято решение о том, что у нас решение принимается президиум регионального полицовета, о том, что 8 ноября состоится конференция. После этого это заявление. После этого заявления никаких заседаний в руководящих органах еще не было. Как будет решаться вопрос по уставу нашей партии? Значит, 8 ноября состоится конференция. Конференция будет принимать решение по председателю законодательного собрания. У нас нет варианта, когда наша фракция без решения конференции могла бы самостоятельно предложить какую-либо кандидатуру. Кроме того, у нас еще по уставу есть норма, что решение этой конференции, во-первых, оно должно проходить таким образом, что на конференцию у нас выбираются делегаты со всех 44 местных отделений, это со всех районов и городских округов у нас приедут делегаты. И делегаты имеют право предложить конференции обязательно на альтернативной основе не менее двух кандидатур. Должно быть на выбор кандидатуру на должность председателя законодательного собрания. Также может стать любой из присутствующих, если он является делегатом, депутат законодательного собрания и предложить себя в порядке самого движения. И далее делегаты, а это у нас порядка где-то 180 человек на этой конференции должно присутствовать, должны тайным голосованием определиться, какую кандидатуру рекомендовать фракции выдвинуть на заседание законодательного собрания на эту должность. Есть еще одно промежуточное решение, это может быть даже основное решение Президиума Генерального Совета. Вот это решение конференции еще утверждает Президиум Генсовета. И если, вы сами понимаете, что-то будет не так, то вправе Президиум Генсовета нас поправить. Поэтому вот такую процедуру мы должны пройти, она пройдет 8 ноября. До этого периода, как вы уже, наверное, знаете, что когда состоится у нас сессия, на сессии будут возложены исполнения обязанностей на одного из заместителей, председателя законодательного собрания, но это по постановлению. То постановление, за которое проголосуют депутаты и кандидатура, будет этим постановлением определена. Вот такая процедура. Спасибо, Галина Игоревна, что рассказали нам уставные порядки в партии «Единая Россия» по субъектам выдвижения, о том, какие впереди предстоят процедуры по предложению кандидатов на пост спикера, вице-спикеров областного ЗАГС собрания. Ну что ж, давайте поговорим с представителем другой политической партии. Владимир Костин, партия ЛДПР, я думаю, уже готовит какие-то свои предложения. Возможно, уже проходили какие-то партийные встречи, где, возможно, уже какие-то кадровые предложения и звучали. Не так ли? Звучали, да. Уже сказано, что на ближайшей пленарной сессии не планируют к рассмотрению вопрос о избрании нового председателя. Хотя, опять же, это странная история. Есть в уставе политической партии «Единая Россия» пункт о том, что кандидатуры согласовываются на конференции. Ну и куча еще всяких процедур. Но в законе, например, о законодательном собрании ни слова об этом не сказано. Поэтому, конечно, эта история обязательная для партии «Единая Россия». Например, почему бы нам, например, не поднять сейчас вопрос о рассмотрении на ближайшем пленарном заседании вопроса о избрании нового председателя. Естественно, вопрос еще о сложении полномочий пока не решен, поэтому делать это некорректно. Другой вопрос. В ходе пленарного заседания, после утверждения повестки и рассмотрения двух вопросов, мы запросто можем это сделать. Или такая практика в ЗАГС-собрании существовала, это может быть внесено сейчас предложением в повестку, и в случае положительного решения по сложению полномочий действующего председателя, этот вопрос может быть рассмотрен и включен в повестку. Такая практика у нас тоже существовала. Поэтому то, что сейчас было озвучено глиной и гривной в части согласования на конференции одной из политических партий парламентских, это не догма, соответственно, вопрос. Можно поднять, будет ли кто-то это делать, вопрос. Что касается позиции политической партии ЛДПР, сейчас не секрет, что называется кандидатура потенциального нового председателя Законодательного собрания. Я уже озвучивал позицию фракции ЛДПР, она как раз-таки решением фракции закреплена. В случае, если в качестве кандидата будет предложен Владимир Гаврилович Бакин, фракция ЛДПР планирует выдвижение своего кандидата. Будет ли это единый кандидат от оппозиции, то есть поддержим ли мы кого-то вместе с другими партиями, либо это будет кандидат исключительно от партии ЛДПР, это вопрос обсуждения. И все-таки мы, скорее всего, придем к ситуации, что выдвижение и рассмотрение кандидатуры, то есть избрание нового председателя будет проходить в ноябре, время для консультации еще есть. Поэтому говорить о том, что мы определились с кандидатурой, пока преждевременно, думаю, коллеги, может быть, тоже обозначат свои намерения в части предложения кандидата в поддержке единого кандидата от оппозиции, кто им будет. Ну, в общем, это вопрос дискуссии. Сергей Александрович, представитель партии «Справедливая Россия», «Справедливая Россия» активно участвовала в так называемой публичной кампании по сбору подписей против действующего спикера областного ЗАГС Собрания. Сергей Александрович, представитель партии «Справедливая Россия» 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 Ну, наверное, это, собственно говоря, все то же самое, что на сегодняшний день происходит. У нас же каким образом там высшие чины уходят, да, то есть либо пойман на взятки, наверное, это, примеров тому много, в том числе и у нас в регионе, либо это, собственно говоря, там за утрату доверия, это такой президентский титул, да, здесь вообще очень красиво все получается, да, там, по собственному желанию, да, то есть вроде и доверия не утратил и на взятки не попался, да. Ну, если честно, спикеров ЗАГС Собрания за утрату доверия еще в России не снимали, снимали губернаторов, а спикеры, последний, скажем так, такой прецедент случился, когда Аману Тулееву необходимо было стать руководителем парламента своей республики, и спикер, действующий спикер парламента сложил себя полномочиями под Аману Тулеева, скажем так, это был один из последних прецедентов, но он был в апреле 2018 года. В данном случае речь идет как раз утрата доверия, доверия в связи с, например, появившимся уголовным делом, то есть вот я так понимаю, речь-то как раз идет об этом, то есть нет утраты доверия и нет уголовного преследования, то есть позиция, которая сейчас есть, она может быть там для кого-то компромиссной является, вот насколько я понял. Да, совершенно верно, и мне кажется, что, ну, не важно, как мы называем эти вещи, это все из одной корзины, да, то есть это на самом деле там факты согласованные, либо не согласованные, там, либо договорной, либо недоговорной, но коррупции, понимаете, и мы ведь про это говорим, то есть, наверное, человек, который занимает там такую позицию, в любой форме, собственно говоря, там, ярлыков, ну, этого не должно происходить, да, понимаете. Поэтому, конечно, там, мы считаем, что решение там абсолютно верное, абсолютно, собственно говоря, там, правильное со стороны Владимира Васильевича, то есть это нужно было там сделать несколько раньше. Что, по нашему мнению, произойдет, ну, наверное, там, вот в той конструкции, которая на сегодняшний день заложена, вот как некая структура, что ли, да, то ничего не произойдет, ну, то есть не надо ничего ждать. То есть, а что может произойти? Владимир Васильевич у нас, собственно говоря, был исполнительным директором ООО Кировская область. Что поменялось-то? Учредители поменялись или что? Или генеральный директор поменялся? Ничего не поменялось. Ну, будет другой, он держал вывеску высоко, все остальное, проблемы какие-то, камуфлировал удачно. Значит, придет другой исполнительный директор. У Справедливой России есть какое-то конкретное предложение по кандидатурам на должность спикера или вице-спикеров? Было заседание фракции? Заседание фракции у нас произойдет завтра, мы будем это обсуждать. Наверное, сейчас не буду, собственно говоря, не раскрывать интригу. А вот у нас по этому поводу коллективного мнения нет, свое я высказывать не стану сегодня. Я понял. Алексей Вотинцев, партия КПРФ, секретарь обкома по идеологической работе и протестному движению. Руководитель фракции КПРФ Кировской городской думы. Все верно. КПРФ активно протестовала против решений и действий, в том числе, спикера ЗАГСобрания Владимира Васильевича Быкова. Как КПРФ восприняла эту информацию о добровольном сложении полномочий? Какие сейчас идут разговоры вашей партии? Есть ли какие-то конкретные кандидатуры? Были ли у вас заседания фракции? И какие инициативы может партия КПРФ предложить для Кировской области? Потому что действительно не каждый день такое случается. Кировская область опять засветилась в федеральной политической повестке. Пост оставил спикер ЗАГСобрания. Второе лицо в регионе. Давайте попробуем порассуждать. Я, конечно, мог бы и выразить позицию партии, но сейчас идут переговоры, взвешенные, сами понимаете, решения такие. Давайте порассуждаем. Прежде всего, я считаю, что партия КПРФ всегда выступала не за отставку именно Быкова, при том это было еще со времен первого, как сказать, кризиса, помните, по ослободе Урванцева, когда также было по земле 44 миллиона, также продали, куда-то деньги ушли и все это замяли. Потом случились другие рецидивы и вылезла вот именно Парк Победы, потому что наиболее вопиющий случай. И правильно вы сказали о том, что все кировчане уже знают причину ухода Быкова. Один Быков и партия Единая Россия не догадывается. Но я думаю, это все пойдет. Но мы говорили не о причине, а знали ли мы о том, что будет подано заявление. Да, мы сейчас не будем говорить об этом. Мы порассуждаем, что произошло сейчас. Налицо политический кризис. Уходит фактически руководитель Единой России, который показывает лицо правящей партии, в кавычках. А с другой стороны уходит второе лицо в Кировской области, руководитель законодательной власти. Налицо существенный политический кризис, значит, уходит по каким-то причинам существенным. Что же делать? Помните, мы когда выступали по фракциям, когда уходили из последнего зала, говорили о том, что 60% избирателей представляют оппозиционные партии. Партия Единая Россия фактически выбрана меньшинством избирателей и фактически уже потеряла в связи с этим кризисом моральное право на власть. Фактически ставится вопрос о легитимности существующей власти. Нормально бы в странах и регионах давно бы объявили о неочередных выборах. Сейчас, сами понимаете, у нас другая политическая система, никто о выборах не говорит, но вот именно решать вопросы о власти, о будущем, как пойдет наша область, дальнейшую жизнь, как будет развиваться в будущем, я думаю, все кировчане, в том числе политические силы, заинтересованы. И прежде надо поставить вопрос, а возглавит ли, может быть, представитель оппозиции сейчас вот именно законодательный орган. Сами понимаете, у Единой России сейчас больших вариантов нет, как именно руководство своей партии поставить лицо наиболее сильное. Кто у нас на сегодняшний день представляет самую сильную силу политической партии Единой России в области, это, конечно же, губернатор. Скорее всего, партия примет решение поставить во главе своей партии именно вот такую фигуру, знаковую и серьезную. Но это их дело, это их дело конференции. Наше дело именно руководство политической жизнью Кировской области. А это самое главное, как сказать-то, куда мы пойдем и как мы пойдем. Я думаю, сейчас прежде всего надо сесть за стол переговоров и решить, какая наиболее фигура могла бы быть достойным вот этой должности. Я думаю, тут много, я считаю, что это должен быть представитель оппозиции. На мой взгляд, такие представители есть. Ну, скажем так же, Сергей Павлинович Бомаев, который был и заместителем председателя законодательного собрания в свое время, и депутатом Государственной Думы, и в свое время руководил районом, главой Советского района. То есть опыт достаточный. Вполне возможно было бы рассмотреть на кандидатуру, вот, как сказать, его на пост, вот именно спикера законодательного собрания. Потому что, ну, сами понимаете, руководить областью должны сильные люди. Тогда мы сможем изменить то, что сейчас у нас происходит в городе. Вот буквально сейчас я вернулся с комиссии, опять критикуют городскую администрацию, опять все те же вопросы. Ну, пояснять не надо, но мы настроены о том, чтобы менять всю политическую верхушку в Кировской области. Я думаю, с нами согласна вся оппозиция и также все большинство жителей Кировской области. Поэтому я еще раз заявляю о том, что надо всем нам садиться за стол переговоров и решать. И выбирать не какую-то слабую кандидатуру, компромиссную. Тут нечего, никаких компромиссов нет, все уже дошли до точки. Сейчас надо выбирать именно сильную кандидатуру, которая готова работать на благо Кировской области, готова очищать, как говорится, от плевел нашу местную политическую власть, а также готова ставить какие-то задачи на будущее, стратегическое видение. Ну вот партия КПРФ, как на федеральном, так и на областном уровне, имеет свою программу, имеет свое видение. Многие предложения, вот за последнее время и губернатор принимал, и на ЗАГС собрании многие предложения КПРФ были приняты. Я считаю, вполне, вот кандидатуру, которую я сейчас высказал, это мое личное мнение. Партия пока не обсуждала, вот сейчас ведутся, я говорю, переговоры, но вот, на мой взгляд, это будет самый лучший вариант. Спасибо, Алексей. Галина Егерина, вопрос к вам. Вот Алексей говорит о том, что, ну, по мнению, в том числе и партии КПРФ, сейчас в Кировской области происходит так называемый политический кризис в связи вот с этими предстоящими решениями и притрубациями, которые будут в нашем регионе. Согласны ли вы с этим утверждением? И не считаете ли вы, что спикер ЗАГС собрания – это не только политическая фигура, это, прежде всего, административная фигура? То есть этот человек руководит областным парламентом, он руководит комиссиями, он объединяет фракции, он должен быть, на мой взгляд, как мне кажется, некой нейтральной компромиссной фигурой. То есть тот человек, который не будет раздражать все политические слои, политические партии в нашем регионе. Вот считаете ли вы такое утверждение верным? Ну, с этим сложно не согласиться. Конечно, такой и должна быть эта кандидатура. Но я так думаю, что у Владимира Васильевича как раз это нормально получалось. Во всяком случае, за тот год, который я работаю в законодательном собрании, я неоднократно видела подготовку к тем совещаниям, которые проводил Владимир Васильевич совместно с руководителями всех фракций. И обычно, когда возникали у нас повестки, вопросы сложные, он всегда говорил, давайте обсудим это на фракциях, пригласим всех руководителей, пусть выскажут свою точку зрения. И после этого дальше этот вопрос двигался. Поэтому, может быть, до этого года, который я здесь работаю, были какие-то конфликтные ситуации, но за этот год я таких ситуаций не видела. И кроме того, ну, может быть, одна ситуация была, вот когда оппозиция покинула законодательное собрание. А так, я думаю, что как раз совершенно правильно была организована работа для того, чтобы приходить к каким-то договоренностям, и дальше все вопросы выносились на сессию уже подготовленными. И когда люди говорят, что сейчас не ЗАГС собрания, а Болот, то там никто не имеет права высказать свою точку зрения или не высказывать, так это потому, что оно перед заседанием законодательного собрания уже многие вопросы снимаются перед подготовкой к заседанию комитета, при вообще подготовке к сессии вопросы снимаются. Владимир Александрович, вы не будете опровергать то, что я говорю, что Владимир Васильевич практиковал встречу с руководителями фракции как раз для решения многих вопросов. Я жду, когда Алексей Алексеевич передаст свое слово. Вот как раз я это и хотел спросить у Владимира Костина, представителя ЛДПР. Вы ведь работаете в том числе и с аппаратом областного ЗАГС собрания. Вы работаете под руководством спикера ЗАГС собрания. Не чувствовали ли вы на себе какое-то ущемление информационных потоков или были ли какие-то наложены на вас ограничения, как на представителей оппозиции в должности ЗАГСа? Как вы себя чувствовали в этой тарелке? Ну, начну с того вопроса, который вы обозначили в части информационных потоков. Важно понимать, что у нас, даже зайдя на сайт Законодательного собрания, вы вряд ли увидите представителей оппозиционных политических партий в ленте. Это первое. Второе. Мы недавно с вами в Владимире Санчо были. Мы были, да. Но, опять же, в рамках нашей с вами работы не депутатов от оппозиции, например, а в рамках штатных должностей. Безусловно, были. И там, опять же, позиция отражена именно как приехал в комитет и зампредза к собранию. Я вас тоже не перебываю. Извините. Да. И, опять же, если посмотреть на присутствие в платных, так сказать, интернет-изданиях, печатных изданиях, вы видели там слово оппозицию хоть одно? Я не видел. Ну, как минимум, потому что я бы знал, потому что это слово, наверное, через меня должно было пройти, как руководители фракции. Этого нет. То есть к информресурсам как не было доступа, так и нет. Это первое. Второе. Если бы не было претензий к работе, наверное, не наверное, а точно, как минимум фракция ЛДПР, наверняка вот коллеги уже кивают, не покинули бы зал пленарных заседаний в июле. То есть когда законопроект не доходит даже до рассмотрения, говорить о том, что у нас там вот равный доступ у всех, ко всем источникам, не приходится. Тоже правовое управление. Куча претензий. Я Самсонова это озвучивал лично, поэтому считаю возможным повторить это сейчас в микрофон. То есть руководитель правового управления фактически обслуживает либо одну фракцию, либо интересы узкой группы людей. И не более того. Важно эту работу тоже усилить. И я бы в целом хотел выйти на то, что мы ждем от нового председателя. Новый председатель вообще должен поднять статус законодательного собрания. То есть если мы, вот те полномочия, которые нам избиратель передал, голосуя за нас, эти полномочия системно передаем кому-то другому, то грош нам цена. Вот началось это все еще, наверное, с прошлого созыва, когда депутаты решили. А вот давайте мы полномочия по утверждению тарифа на капремонт, он такой неудобный вопрос, все время копья ломаем на пленарке. Давайте его передадим правительству. Ну вот с тех самых пор кучу полномочий законодательное собрание передает, уходит от острых углов. Мы не обсуждаем глобальные проблемы на пленарке. Что сложного? Вот Галина Игоревна, вы говорите, мы обсуждаем все вопросы на совещаниях с руководителями фракции. Вы дайте пяти минутки, которые у нас были. Выходители фракции выскажут свою позицию, что называется, в прямой эфир. И не нужно будет вот этих закрытых совещаний, на которые даже представители прессы не могут попасть. Мы сейчас опять правим регламент. Опять нужно подать заявление, узнав, видимо, за три дня до совещания, если не подал все основания, отказать. Зачем это нужно? Вот статус законодательного собрания нужно поднимать, и это ключевая задача нового председателя законодательного собрания. Под статусом, еще раз говорю, имею в виду полномочия, которые делегировали нам избиратели. Нельзя от них отказываться. И когда правительство воспринимает законодательное собрание как некий орган, который только сделает легитимным уже принятые решения, вот тогда мы получаем весь тот ворох проблем, который есть. Если, допустим, ну, например, контрольные функции в полной мере отдать оппозиции, что в этом плохого? Вот если, допустим, контрольно-счетную палату будет возглавлять представитель оппозиционной партии, мы получим объективную картинку, во-первых. Во-вторых, эту картинку председатель от оппозиции, наверное, с большей вероятностью сможет донести до правительства. То есть если вам неудобно, вы представитель одной партии, не можете друг друга критиковать, отдайте пост представителю оппозиции. Вы все равно большинство имеете в законодательном собрании. В крайнем случае, если считаете, что будет крен на один какой-то борт, вы это избежите, потому что у вас большинство. А вот поднять проблему, а задачи правительства тем, что она, а, есть, б, ее нужно решать, конечно же, нужно. И не нужно здесь бояться оппозиции, как в контрольных органах, так и в руководстве этих собраний. Реплика. А контрольно-счетную палату сейчас представители какой партии возглавляют? Рискну предположить, что, ну, наверное, Юрий Николаевич был когда-то в КПСС, может быть, в Единую Россию и не вступил, но говорить о том, что он, коллеги, а вот тогда вопрос коллегам по оппозиции. Вы считаете Юрия Николаевича представителем оппозиции? Ну, я понимаю, что он формально не должен, я понимаю прекрасно, что он формально не должен быть представителем оппозиции, но как минимум быть человеком принципиальным, который укажет на все недоработки, а не так, что, допустим, фракция ЛДПР вносит законопроект, и контрольно-счетная палата на него пишет там 8 листов замечаний, и на основании этого председатель принимает решение не выносить на пленарное заседание вопрос. И по аналогичным основаниям контрольно-счетная палата по инициативе другой партии, вынесенной из законопроекта, не видит никаких оснований для того, чтобы препятствовать его рассмотрению. Вот эти вот все штучки... Я думаю, здесь партийная принадлежность никакой роли не играет. Ну, тогда просто нужно менять какой-то ответственность. Ну, аргументируйте правильно. То есть очень интересно сейчас предложение прозвучало в эфире, это предмет торга, может быть, в будущих переговорах. Да никакого торга, нужно просто здравым смыслом руководство. Сергей Александрович, я поддержу в данном случае Владимира Александровича, потому что мне кажется, что на сегодняшний день действительно кризис серьезный, причем, понимаете, кризис не только власти, вот внешние, может быть, которые кировчане видят, еще есть очень серьезный внутренний кризис, причем среди членов «Единой России». Да, вот они, собственно говоря, и, понимаете, вот на сегодняшний день у нас такова политическая... бизнес-модель, что создана, собственно говоря, единая система голосования, вот такого единого голосования, да, вот машина единого голосования, да, вот, собственно говоря. И что самое странное, что эта машина просто топчет все абсолютно на своем пути. И получается очень интересно, что там оппозиционные партии или, может быть, там отдельные депутаты, которые пытаются что-то высказать, донести и, собственно говоря, просто думать, с точки зрения, там, каких-то смыслов, выгод, улучшений и так далее. То есть те, кто болеет и те, кто переживает на самом деле, это не очень интересно этой машине, да, то есть машина просто катится, понимаете? То есть давайте без иллюзий. В партии «Единая Россия» очень много умных людей, и они прозреют. Там они прозреют, и они бы это сделали там с депутатом Быковым или, может быть, с депутатом Бакином, но они прозреют в какое-то время. Из них сделали морение, так они это прекрасно понимают. И, собственно говоря, под этой формой единого строя, да, у нас принимаются абсолютно все законы, в том числе и местные, и лоббистки, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому кризис там, он внутри. И, конечно, там тот председатель, который придет сейчас, вот, ну, лично мы то, что ждем от него, это как минимум то, что он будет слышать обратно. То, что он услышит. Не то, что он начнет действовать, а то, что он будет слышать. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, уважаемые гости, к сожалению, время эфира у нас слишком ограничено. Как мне кажется, главное, что, чего необходимо добиться всем политическим силам в нашем регионе, как мне кажется, это все-таки сесть за стол переговоров. И парламент, ЗАГС, собрание, это все-таки место для дискуссий. И правильно, что политические силы, политические партии делают свои предложения, высказывают свою точку зрения, дискутируют. Собственно, этим должен заниматься парламент. Так устроена политическая система, цивилизованная политическая система. И очень правильно, что у нас в эфире, в том числе там на Эхо Москвы, представители политических партий не стесняются дискутировать на сложные и колкие политические вопросы. А уход спикера ЗАГС, собрание, это все-таки достаточно щекотливый вопрос, который может кого-то раздражать, кого-то обрадовать, кого-то, наоборот, воодушевить. Поэтому, уважаемые радиослушатели, спасибо вам за эфир. Всего доброго, наши уважаемые гости. До свидания. Спасибо. Дайте слово Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова